привет дорогие друзья рада вас приветствовать на уроках по французскому языку с вами как всегда гаяне и сегодня у нас такая интересная тема что означает выделительная конструкция либо выделительный оборот во французском есть разные выделительные конструкции но основные из них это конструкции с и и листике сессонки конечно есть подобного рода конструкции и с другими относительными местоимениями но чаще всего встречается именно эти к и поэтому мы рассмотрим их данном уроке но вам главное понять просто саму схему когда именно появляются эти обороты сэй кэ сэй ки или сусонки сусонки ну когда вы поймете как они появляются и что они означают вы уже сможете спокойно манипулировать и другими относительными местоимениями выделительных конструкциях ну перед тем как перейти на первый слайд я опять обращусь к английскому языку простите меня те кто английский не очень хорошо знает но и все-таки есть зрители которые с английским ладят поэтому отнесу вас к английской выделительной конструкции it's who например it was he who did именно он это сделал вот it и ху это выделительная конструкция в английском языке данном случае а мы рассмотрим такие похожие конструкции но во французском ну и давайте начнем итак наш первый слайд и тут мы рассмотрим конструкции сэй кэ или сусонки это выделение дополнения и обстоятельства наверно ничего вам не говорит эта фраза поэтому просмотрим как всегда примеры чтобы было понятнее что же мы и как выделяем например такая фраза я ищу свои книги тут у нас подчеркнуто слово на лива значит это слово мои книги мы хотим выделить и сказать я ищу мои книги именно мои книги я ищу то есть мы в русском языке зачастую выделяем какое-то слово в предложении за счет того что акцентируем на его да и при этом мы в принципе очень редко меняем построение предложения мы можем иногда сказать именно книги а можем просто сходяющую книги сделать акцент на слово книги во французском действуют вот эти вот конструкции выделительные и таким образом чтобы подчеркнуть что я ищу именно книги французы скажут сэссом и лива кюшер именно мои книги я ищу вот сусон вы видите тут слова сон потому что книги множественного числа да их тут много поэтому мы говорим сэссом и лива кюшер именно мои книги я ищу мы ставим тут в конце к потому что вы уже знаете после к идет подлежащие и у нас идет к юшер да же подлежащие шерк сказуемые сэссом и лива кюшер именно мои книги я ищу смотрим другой пример у нас тут подчеркнуто слово ля значит мы хотим выделить именно ее ты ее искала со вчерашнего дня говорим и по-русски выделяя слово ее во французском мы скажем именно ее ты искала со вчерашнего дня у нас тут сэ потому что эль единственное число да и эль мы ставим в серединку следующая фраза он спрятался под кроватью мы выделяем под кроватью и хотим сказать именно под кроватью он спрятался по-французски будет сэссу лули киль сэ кашей именно под кроватью он спрятался лули это вы видите единственное число поэтому мы говорим сэссу лули киль сэ кашей следующая фраза вузабе пэрди волюнет вы потеряли ваши очки мы должны сказать именно ваши очки вы потеряли вы потеряли ваши очки другими словами по-французски мы скажем сэссу лули нет кю зави пэрди именно ваши очки вы потеряли думаю тут вам понятно очки множественного числа поэтому мы скажем сэссу следующая фраза и на папу венера парске ле тэмалад он не смог прийти потому что он был болен и мы скажем именно потому что он был болен он не смог прийти сэппаски ле тэмалад и и на папу венера видите тут мы выделили целую фразу обстоятельства да именно потому что он был болен но конструкция все та же следующая фраза и ла аж тэй дефлор он купил цветы и тут мы выделим именно цветы он купил он купил цветы сэссу леф-лорки лахты и и обратите внимание когда мы уже подчеркиваем выделяем что именно цветы слова цветы становится с определенным артиклем ну не только слова цветы да любое слово когда мы его выделяем в этой конструкции она приобретает определенный артикль он купил именно цветы он ва сувоар предусет кафетерия мы увидимся возле этого кафе и мы выделяем именно возле этого кафе мы увидимся сэ предусет кафетерия кон ва сувоар я аж тэсу кадо пур ву я купил этот подарок для вас мы выделяем именно для вас я купил этот подарок сэпуру ву кюжи аж тэсу кадо тюмадонные со портефеи ты мне дал этот бумажник мы выделяем тут слова мне да и скажем именно мне ты дал этот бумажник сэта муа китю а донесу портефеи тут интересный момент когда мы выделяем место имения прямого либо косвенного дополнения тогда они приобретают форму независимых ударных местоимений да и получается муа сэта муа именно мне китю а донесу портефеи дамы му превратили в муа потому что местоимение это становится независимым и ударным сэта муа то же самое у нас было во второй фразе вы обратили внимание я искал ее со вчерашнего дня и мы сказали сээль именно ее я искал да и мы поставили форму независимую ударную ее так что тут будьте внимательны это такой интересный нюанс и просмотрим еще два последних примера он думает о них все время и мы тут скажем именно о них он думает все время и последнее мы говорим о вашем дне рождения и мы скажем именно о вашем дне рождения мы говорим c'est de votre anniversaire que nous parlons вот думаю тут для вас все более менее понятно выделительные конструкции c'est que ce sont que которые могут выделять дополнение и обстоятельства и по-русски переводится либо просто ударением на слово либо словом именно 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 о тебе я думаю я думаю о тебе c'est à toi que je pense я потерял очки j'ai perdu les lunettes именно очки я потерял c'est son les lunettes que j'ai perdu ну и давайте просмотрим второй слайд это у нас будут конструкции c'est qui c'est son qui речь пойдет именно о выделении подлежащего и на что тут стоит обратить внимание на то что глагол всегда согласуется с подлежащим и выражение c'est son qui используется только когда подлежащие выражено третьим лицом множественным числом то есть когда подлежащие будет они тогда у нас будет оборот c'est son например je sais tout я знаю все мы должны выделить подлежащие и мы скажем именно я знаю все c'est moi qui sais tout опять же таки вы видите при выделительной конструкции мы используем независимые ударные формы c'est moi именно я и дальше у нас идет qui потому что после ки не идет подлежащего идет сразу же сказуемое сразу же глагол поэтому естественно у нас будет ни ки а ки и выходит c'est moi qui sais tout именно я все знаю я все знаю другими словами еще пример il a commis cette faute он совершил эту ошибку и мы сейчас выделим подлежащие и скажем именно он совершил эту ошибку c'est lui qui a commis cette faute и мы опять ставим местоимение независимой ударной формы lui именно он совершил эту ошибку mon frère rentre toujours le premier мой брат всегда возвращается первым выделяем подлежащие мой брат и скажем именно мой брат возвращается всегда первым c'est mon frère qui retourne toujours le premier выделяем подлежащие и говорим именно мои друзья работают музее ce sont mes amis qui travaillent au musée вы видите тут конструкция уже ce sont потому что мои друзья это множественное число третье лицо множественное число то есть это они да и вот с этим лицом у нас будет уже конструкция ce sont ce sont mes amis qui travaillent au musée следующий пример je ne vais rien payer pour ce voyage я ничего не буду платить за это путешествие выделяем подлежащие я ставим его в независимую ударную форму выходит c'est moi qui ne vais rien payer pour ce voyage именно я ничего не заплачу за это путешествие ils ont téléphoné à madame d'Urieux они позвонили madame d'Urieux и мы сейчас выделим подлежащие они и скажем именно они позвонили madame d'Urieux они вы видите это третье лицо множественное число используем конструкцию ce sont и выходит ce sont eux qui ont téléphoné à madame d'Urieux именно они позвонили madame d'Urieux j'ai acheté ce cadeau pour vous я купил этот подарок для вас именно я купил этот подарок для вас скажем мы выделяя подлежащее c'est moi qui ai acheté ce cadeau pour vous обратите внимание мы всегда согласуем согласуем сказуемое с подлежащим подлежащее тут это moi правильно c'est moi qui и дальше у нас et acheté не забывайте глагол согласуется с подлежащим moi c'est moi qui ai acheté ce cadeau pour vous дальше ses parents partiront en Grèce en été его родители поедут в Грецию летом мы выделяем подлежащие его родители это то есть они и выходит ce sont ses parents qui partiront en Grèce en été именно его родители поедут в Грецию летом ну и посмотрим два последних примера чтобы вы четко уяснили разницу пример nous ne voulons pas regarder ce film мы не хотим смотреть этот фильм ну это вроде подлежащие множественные числа да мы но оно будет употребляться с оборотом c'est а не ce sont так что смотрим c'est nous qui ne voulons pas regarder ce film именно мы не хотим смотреть этот фильм да тут употребляется оборот c'est qui но ни в коем случае не ce sont qui да c'est qui c'est nous qui ne voulons pas именно мы не хотим ну и давайте посмотрим последний пример и заодно рассмотрим эту выделительную конструкцию в отрицании и вот как выглядит последний пример vous ne lisez pas ce livre вы не читаете эту книгу и давайте скажем это не вы кто читает эту книгу не вы читаете эту книгу ce n'est pas vous qui ne lisait ce livre обратите внимание как строится отрицание в этих конструкциях ce n'est pas vous qui ну и тут опять же vous это вроде множественное число но оно будет с оборотом c'est qui n'est ce sont а c'est qui ce sont будет употребляться только третье лицо множественное число как вы уже увидели на примерах вот в принципе мы рассмотрели с вами основное как я сказала вы в принципе можете эти же выделительные конструкции увидеть с другими относительными местоимениями такими как дом или у в зависимости уже от ситуации от фразы но вот так вот выделяются слова в предложении во французском языке последнее что нам осталось просмотреть это такой интересный момент как выделительные конструкции и времена пусть вас не пугает это название тут в принципе ничего сложного нет может появиться такая дилемма вот вроде вы хотите выделить какое-то слово в предложении но предложение у вас например в прошедшем и вы вот думаете вот это неужели его тоже нужно согласовывать а я вам дам такой простой ответ вы его можете либо согласовывать либо нет выбирайте сами таким образом вот будет например такая фраза именно врач тобой займется мы видим в будущем времени займется и вы можете оставить выделительную конструкцию в настоящем времени то есть вы видите либо если вам хочется вы можете выделительную конструкцию перевести на будущее время и будет так что выбирайте либо оставляйте в настоящем выделительную конструкцию либо ее переводите в то время в котором как бы вам актуальна фраза смотрим другие примеры именно я работал на заводе вы видите travailler стоит в прошедшем времени поэтому мы можем переделать фразу подогнать все под прошедшее и также сказать выбирайте что вам больше нравится еще один пример не переживай именно они всем займутся глагол фер стоит в будущем времени именно они сделают все так что если хотите можете выделительную конструкцию поставить тоже в будущее время выбирайте что вам больше нравится ну и последний пример ce sont elles que nous avons rencontré именно их мы встретили да nous avons rencontré стоит в passé composé в прошедшем времени вы можете переделать эту фразу подогнать конструкцию нашу под прошедшее время и сказать c'était elles que nous avons rencontré именно их мы встретили и обратите внимание выделительная конструкция в данном случае будет стоять вам parfait c'était elles que nous avons rencontré или просто ce sont elles que nous avons rencontré вот в принципе все наш урок закончился я надеюсь он был полезен для вас спасибо вам за внимание спасибо за лайки спасибо за комментарии надеюсь что прощаюсь с вами ненадолго так что увидимся в следующем видео как всегда спасибо за субтитры и до новых встреч salut Субтитры создавал DimaTorzok